так ребят прошу прощения опять я короче жму своими кривыми руками куда не нужно короче стрим упал из-за этого заново придется сейчас начать ну все возобновится в ближайшее время ребят продолжаем в общем-то стрим игра началась я тут не виноват косичную немножечко косичную видел что все корейские турниры прошли но к сожалению так совпало но вроде как будут и еще ближайшее время там всякий круз финала кс пока по и так далее вот плечом кс пока будет причем с евро с евро и с американского тоже будет еще в общем-то клали проходить пока я вижу штука какой-то там супер общей квалификации только корейцы квалифицировались но видимо на корейском сервере это глобал квалификация была поэтому как очевидно да что ничего не прикольно что так как вода 27 сентября но будет весело будет весело что говорить короче будет что нам смотреть еще ребят давайте смотреть вот на кип-бэтики наверняка и ставочки вот всех вот этих всего того что вы сейчас наблюдаете им против брейкинга играет здесь прилетает реперочек так готич сейчас я проверю сбер погоди пожалуйста секундочку меня просто телефон короче мой вообще честно говоря вот этот xiaomi умер просто он без зарядки но не если сел он не включается обратно даже если его зарядить только вторгнутый вот он включается поэтому я взял дерьмовенький телефон как бы и он где-то остался вообще-то москву когда ехал чтоб надежно все было чтобы была связь точно нагиба вот сейчас в общем то мы посмотрим игру как раз таки блин я вообще просто и не по я хочу все такое большое то я вообще просто столько уже времени стримил что я не понимаю что это что что за червяки что за тараканы вообще вот ну ладно шучу конечно же даже в баркрафте у нас был там турнирчик я тоже решил поиграть проиграл пинделю проиграл холлинжеру ну брат без девайса был но тем не менее вот пацаны в любом случае молодцы да как бы все фу фан было ну было весело надеюсь еще как-нибудь приеду общем-то привет всем баркрафт вообще не буду всех перечислять все знают кому привет ну и корей смотрите вроде как неожиданно пришел пуш для тирана но он просто-напросто берет и отбивается здесь но рабочих много потерял 3320 парабам здесь третья хата но вейра пока нет нужны роучи для чего для того чтобы сделать несколько реводжеров для чего реводжеры нужны для того чтобы конечно же контрить либераторов всякую вот эту плохую тему такую да и вообще непонятно как сейчас собирается зерк отбиваться и здесь есть армари то есть сейчас пойдет атака на хелбатах вот еще два гелика едет где-то там и либо нет либератор только строится он только сейчас будет готов роучи вступают бой с королевами в общем-то тиран очень жестко прессует и я не понимаю как зерк будет здесь отбиться да он плитится пытается как бы сплетануться чтобы минимизировать флеш но зачем-то он строил рабочих вместо роучей то есть он решил что с тремя роучами блин отобьется что такое творишь-то дружочек конечно ты никуда там не отобьешь с тремя роучами ребят хочется много информации до вас донести потому что давно меня не было пишали там я вижу вконтакте люди там про фотографии с кубинкой фотографий было немного в аппарате я еще не успел пока купить вот хотя же нет не даже собираюсь купить аппаратную сам используется буду но я там поснимал немножечко взлеты посадки рулежку это я все выложу там постараюсь да как бы выложить вот с этим разберемся ну и не буду я как бы раскочегариваться с сегодняшнего дня стриме 12-15 часов ведь тем более впереди у нас масса турнира будет любом случае сегодня будет только вот этот турнир но плавил достаточно долго часа 4-5 идет как бы обычно на life and cup да вот так что такие дела ребят тем более есть некоторые дела сегодня еще надо будет не сделать да и вообще дела оказывается много помимо до всего бывает и не много видите видеть будете ближайшее время так опять какая-то контратака идет роучи линги ручи морфятся в реводжеров гелиончиков нету био 2 марика бункера нет здесь либератор под споркой падает режется брейкинг это здесь кино ломает смотрите контратаки 70 на 40 лимита то бишь начальная вот это в общем-то провал начальная начальная оттира на отдача подрешала это 10 сейчас я зайду в следующую игру пойду возьму телефон не здесь вообще где-то там вдалеке вот валяется симку из него еще вынуть как поставить мой стандартный на телефон все-таки дома он работает нормально это вне дома тяжело с ним что спасибо всем кто скучал стримы будут стримы будут не волнуйтесь а Продолжение следует... Заказал, кстати, диван вчера, успел по приезду, как бы приедет на следующей неделе, вероятнее всего в среду, возможно, будет стрим по сборке дивана из Икеи, сейчас вернусь, ребят. Продолжение следует... 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 науки, на картинку, смотрите. Что это такое? Это какой-то шприц, что ли. Интересно. Так, ребят, сейчас я прошу прощения, сейчас вы чуть-чуть ФП посмотрите, я покомментирую, я быстренько просто. Сейчас я быстренько, в общем-то, переставлю симку в телефон нормальный мой, где я смогу видеть нормально сообщение, да, как бы. Здорово всем, ребят. Так, иголочка, ну вот она. Без иголочки хрен вытянешь из этого телефона. Странного. Улучшение завершено. Бегу, мор! Давай, уяви меня! Рейсэм готов! Рейсэм готов! Рейсэм готов! Рейсэм готов! Так, завершено! Вооружен и опасен! Брось в дороге! Так, Коми, что-то тебя давненько не было, решил в школе поработать. А я смотрю, ты решил поиграть в судьбу? Ведь ты же можешь так два получить завтра, за такие дерзкие просто высказывания, так что будьте аккуратнее. Так, Кин здесь стенку делает какую-то интересную, одна инженерка здесь, одна в стенке, другая сзади, в общем-то игра идет передроб 16, не 16, передроб 2 медивака маликов, в данном случае 13 маликов есть, но Кин правда ждет еще выхода плюс 2, я так понимаю, это 16 полетит вперед, полетят ли они, да, летят вперед, но можно было бы побыстрее все сделать, тайминг немножечко задержался, пытается облететь одного овера, попадает сразу же на другого, в это время зерк прибегает, пытается сгрызть депошечка, депошечка выдается очень сильно, был бы хоть пару бейлингов уверен, что сгрыз бы, но без бейнов не сгрызть, ничего здесь, к сожалению, ё-моё, как Минка жахнула, зерк так неудачно отступил, она уже цель взяла, поэтому, собственно говоря, пришлось отдаться, королева трансфюзица начинает фокусить тут зерк к медиваке, один отфокусил, второй тоже в итоге погиб, медивак, здесь вообще-то падает 4 королевы, правда, но демеджи не наносят, привет, разумишь, привет всем, ребят, кто недавно подключился, стримы возобновляются с сегодняшнего дня, ответственно вам заявляю, но в один какой-нибудь прекрасный день я хочу съездить за грибами еще к дедушке, может, это завтра даже будет, потому что они скоро кончатся, ну, хочу я в лес гонять, в общем-то, когда приехал, но темп стримов до конца месяца достаточно плотный такой будет, я думаю, потому что, ну, как бы, стримов давно не было, вот. Брэйкинг заувенивали в честном макро каком? Брэйкинг честно прочизил и потом в макро какнул, нечестно, честно, нечестно. Нету в Старкрафте, честно, нечестно. В Старкрафте есть победа и есть поражение. И все это честно. Ты честно проигрываешь, ты честно выигрываешь. У кого-то горит, у кого-то не горит там и так далее. Дропчик на мэн идет. Дропчик лингов, здесь какие-то марики сверху бегают. Зерк теряет оверов. Посмотрите, еще один овер висит, сможешь спокойно взять и вот эту убить тоже. Так, ну сейчас улетел. Пытается улететь с эрк овером. Нет, от тирана нормального не уйдешь. И, собственно говоря, и не ушел никуда у нас. Брэйкинг гг. Линги на майн забежали. Ничего особо не сделали. Здесь передроп идет странный тоже. Линги рядом с минкой пробегают. Минка делает залп. Уже 20 лингов уничтожено. Сейчас, как только пауза будет, я, пожалуй, завешу штуру. А то как-то ничего совсем не видно. В это время накидывается кин на Беллинг Нест. Буквально еще пару секунд он бы отфокусил бы его. Сколько киллов у минки 14? Да, действительно, здесь же вебка находится. Я почему-то вот про этот момент все время забываю. Было 14, сейчас 20 после еще одного залпа. В общем-то, 3 залпового общей сложности минка сделано. С того первого 14 лингов было убито. Дроп овер сейчас был сбит. По лимиту кина уже ровно практически становится. Здесь было трансьюжн Беллинг Нест. То есть выжил, ну, лимиты, посмотрите, уже равные, экономика равная. 2-2 у тирана раньше, бараки добавляются в гигантских количествах. То есть кина все очень даже хорошо здесь. Я вам скажу, теперь 23 у минки убийства стало. Ну и линги, кстати, неплохо подорвали. Здесь, в общем-то, несколько мариков убито, несколько ксмок. Две пока, правда, всего лишь убито. Но зерк дома тоже вроде как держится. На четвертой кат и нету, и отставания уже определенные складываются. Привет, опачки. Нет, ружье не выбирал. Были мы в Кубинку. Один раз заехали в парк Кватриот. Больше реально никуда не успели за два дня, потому что на третий день Баркрафт был запланирован, да, как бы, пришествие. Вот. Ну, раз обещали, значит, так и надо было сделать, собственно говоря. Так, депошки здесь ставятся, танчики, танчики есть. По лимиту 153-142. Зеркопка держится более-менее сейчас 2-2, доделается. Вот. В общем, было, как обычно, круто. Потому что когда авиация, это всегда круто. Присутствует. Так, трансфюзы постоянно идут. Но марики разваливают просто в мясо королев трех. Там одна успевает уйти. Здесь еле-еле за окно сдержатся. Линги догрызают марика. В Беллингу уже тратить смысла нет. И это чисто линга Беллинги больше ничего пока у Зерга нет. Но это для обороны очень неплохой микс линга Беллинги. То есть есть скрип, марики есть. Допустим, все в центре карты. Или же где-то здесь. То есть где, мягко говоря, маловато, да, всякого рельефа, которым тиран может воспользоваться. Но он, тем не менее, тоже есть. Но танки вот здесь вот, например, которые с ХГ находились, их Зерг в принципе не мог убить, да, какими-то врывами. Но сейчас вот достаточно успешное забегание идет со стороны Зерга. Тиран вышел очень неудачно. Потому что если бы Зерг сюда наломился, как стационарно Тиран стоял бы, то это было бы стопроцентное ГГ для Кина. Но так как успел наломиться сейчас Зерг, когда он вышел, очень вовремя он успел наломиться, то очень даже неплохо складывается этот налом. Я бы на месте Зерга попытался выбить, ну хотя нет, Грейт здесь навряд ли бы он выбил. Био достаточно близко. Сгрыз много мариков, сгрыз много рабочих. И дома вроде как дропы принял все. То есть достаточно успешно провел эти все забегания. И, по-моему, Зерг как бы очень большой плюс для себя это все сделал. Во-первых, 3-3 на 3-3 делает, что хорошо. Четвертый он занял, правда не особо она добывается. Ультралис Кеверн почти готов, но... Ну еще ультралов нету, грейды на них не делают, ничего не делают. Так, здесь 2-1 дропчик идет, надо принимать. Здесь 4 королевы есть, у них много трансьюзов. Здесь забегает тиран, в общем-то, на крип. Так, Линге Вейна приходит, надо принимать бой. Иначе сейчас база упадет, просто масса оверов сливает. Саплай блок у Зерга, ну что за сливы оверов глупые. И здесь Кинг ждал. Минка до сих пор жива, 34 юнита уже за эту игру. У него есть тоже, ну привет, крадок. Так, ощущение, что месяц не было, все хорошо. Да у меня у самого ощущения, что я уже полгода не стремилась, честно. Потому что, ну, не было ни одного, как бы вообще... То есть, максимум 2 дня я не стримил до этого, как бы, и то там меньше, чем двое суток. Так, погнали, Линге. 8 месяц на 130, ребят, тиран в контратаке крутой. Уничтожает сейчас Зерга, и мы будем смотреть третью решающую игру. Принчат ГГ, брейкинг ГГ. Все-таки не хватило того забегания. Ну что, ждем третью, значит, игру. Так, нужно окошечко прикрыть. И штуру, и само окно, потому что прохладно. Так, честно говоря... Ну все, игра запускается. Поехали. Нет, сегодня ФП не будет. Ну, ближайшие дни ФП постримлю, наверное. Надо раскочегариться, ребят. Это не дело в первый же день по 12 часов стримить, начинать. Вот так. Вот так. Ну вот. Ну вот. Ну вот. Продолжение следует... 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 В общем-то идет развитие Счет абсолютно равный Кинг против Брейки НГГ Играть первую игру Брейки НГГ После подкуша Роучи Реведжерами Очень раннего Получив серьезное преимущество По экономике смог реализовать Эту игру и победил Во второй игре Ну ее только что видели В общем-то была достаточно такая Макро игра Зерк никак не пушил в начале Играл милишный стиль Вроде как бы на раму в какой-то момент Все было Битва была Но потом к сожалению Проиграл У нас Брейки НГГ Допустив ряд ошибок Ну и Тиран надежно достаточно действовал Двич не нужен Ну кому-то не нужно Кому-то он очень даже нужен Так что вот так вот забегает Так Линги принимают Сейчас Рипера Гелика Пытаются догнать у нас Брейки НГГ Догоняет Гелика Им пытаются тут законтролить Ну Лингами-то надо управлять Тоже так Контролить И смотрите Сгрыз просто двух Гелионов Сейчас Зерк Опять идет прессинг Ручер Реведжера Лингами Здесь только Морики стоят Реведжеров Морфиса Четыре штучки уже Сейчас все это пойдет вперед Как вы понимаете Так Кто Почему Что это У меня пинг нарастает Опять что ли Не прошло Это до сих пор Что ли Вот это лагодромище Что ли Так Пинг Пятихатка Ну пятихатка Это относительно Небольшой пинг Ребят То есть Так Здесь минус Депошечка Неаккуратно Что Зерк Фаерболит Как-то Всеми в депоху Есть уже Танк один Фаерболами Бункер Сразу пробивает Линге вроде как Дотекает Но еще девять Рабочих Достраивает Зерк Сейчас Потерял овера Сейчас абсолютно Не нужно было Но Тиран В общем-то Спокойно отбивается У него есть Треть стычка Он может вылетать Сейчас спокойно Занимать третью базу И Уже Сам Сам ответ Агрессивничать Как-то Очень много ошибок В плане Потери овера Фулзерка Почему-то Как Было бы Крутый Сталк Раната Рипера Павровоку Нужно было Вручную Направиться На сбор Ресурсов Ну хорошо Али У Либератора Пусть будет Приоритет Автоматом На пси-штурмовичков С Андреей И самых важных Юнитов Что я вообще Поражаюсь Зачем нужно Рабов Нужно будет Направлять Давайте Та сделаем Чтоб Либератор Раскладывался И в этом кругу Кто-нибудь Прибегает Если ты Если ты сам А нажал Как бы И в юнита Тыкнул А он Стрельнул А если нет Он вообще Не стреляет Ну тогда Так надо Вообще В принципе Совсем Делать Но это Уже Даже Это Возвращение К первому Старкрафту И даже Первого Усложнение Получается Ну зато Как бы У кого руки Прямые Тот Будет Решать Да Это Очевидный Момент Выход Делает Тиран Замечает Овера Надо Принять Сейчас На Стимпач Все Принимает 109 134 Здесь Четыринги Депошечку Начинают Грызть Но Они Не успеют Грызть Здесь Пацаны Вчетвером Уходят Даже Наркоту Не Прожимают В общем-то Стимпак И убивают Просто Депошечку Здесь У нас Есть Ксм Ее нужно Забрать Можно Вычинить Депошку Сейчас Ну Здесь Кстати Роуч Очень Неплохо Идут Буквально Через 10 секунд Будет Уже Мув Роуч Готов Что-то Надо Депошечку Было Заходить Роуч Пробивая Депоху Заходит Сейчас Сюда Брейкин ГГ Все Мув Роуч Готов Не надо Только Через Танк Ити Ни В коем Случа Надо Было Через Верх Пытаться Пройти Человек Тезер Кривый Здесь Пошел Закопки Нет Тем более Нет Подземного Мова Поэтому Скорее Закружить Но В итоге Забегание Бесполезно Все Роуч Уничтожены Здесь Попытка Выйти В четвертую Ухатку Роуч Реводжеров Достаточно Много Вижу Двух Инфестров Без Грейда На Энергию Инфестрам С 50 Вылет Надо До 75 До Микоза 1 Копить Энергию 25 Энергии Это Не очень Долго Все Делается Но Микоз Золотой Будет То есть Микоз Будет К бою И Естественно Их Нужно Не промазать Ни в коем Случа Вот Они Инфестры Бегут 2 Так Второй Армор Заказ Тирана 2-2 Пораньше Чем У Зерка 2-2 По лимиту У Зерка В плюсе Но Лимит Роуч Реводжеров Это Не лимит Линго Бэйлингов Если Зерк Был В плюсе При Линго Бэйнах Тогда Это Другой Расклад Был Трансьюза Второго Не было Буквально Там Пара Энергии Не хватило Сейчас Чтобы Королеву Протрансьюзить И две Королевы Причем У одной Там Больше Сотки По-моему Энергии Было Сейчас Потерял Зерк Это Было Не очень Хорошо С его Стороны Тирана Очень Растянутая Армия Часть Дома На второй Часть Здесь Часть Дропит То есть Можно С этой Группой Спокойно Желательно Драться С такими Группами С Микозом Чтобы По максимуму Юниты Не уходили Так Пошел Скан На мейн Хайв Морфитс На мейне То есть Это выход Будет Скорее Ага Уже Переход В ультралов Идет Почему В этот Микс Потому что Делается Кугать Как вы Видите Но я Бо Сказал Не то Что Поздний Но не Самый Ранний Такой Переход Здесь Четвертую Цельщику Заказывает Зерк Несколько Лингов Роучи Туда Пытаются Забежать Здесь Реводжеры Роучи Встречают Основу Армию Линги Забежали Цельщику Четвертую Отменили Здесь Много Био В легкую К ним Все нормально У Зерга Но Два Марика Улетели В медиваки Пытаются По центру Погонять Тиранов Здесь Демедж До сих Секур Зерги Мне поражают Просто Не научились Делать Закопку Просто Ресурсов До хрена 100-100 Даже Ну И подземный Мув Тоже Реально Надо Делать Потому что Он Реген Увеличивает Все Так Ну Не то Что Бой Провел Пару Танки Залпов Сделали Марики Демедж Нанесли Ты Просто Копнулся Все Это От Леген Увеличил Можно Есть Возможность Заползать Прямо Отсюда Своей Даже Базу Вне Вижена 100% Можно Ближе Там Кислонаги Очищать Забегать Это Харас Очень Жестный Зерга Этим Не пользуется Хотя Просто Микс Роуч Реладжеров Тупо Как бы он Топорный Получается Просто Приходит Зерга Позиция Ужасная Все Это Отдача Базу Просто Отдаем Нет Смысла За нее Никакого Драться Посмотрите Сколько Танков А был Бо Подземный Мув Группой Вот сюда Заполз Здесь Выкопался Здесь Забежал Сюда Заполз В разных Местах Прямо Под Танки И нормально Можно Было С Микозом Драться Грэды Ведь Очень Даже Нормальная Узерга В итоге Здесь Отдача Ультрал Уникальный Грейд Часть Роучи Реводеров Делают Забегание Дома Тоже Группа Хорошая Нужно Принимать Бой Пошел Микоз Био За танками Где-то Ходит Да Два Танка Сейчас Фаербол Выбил Зерга Но Падают Грэды Падает Все Он Пытается Уйти Забегание В итоге Тоже Забуксовал Зерга Вперед Не идет Короче Судя По всему 2-1 Ким Ну да Хоть Лимит У Зерга Есть Но Я боюсь Что Здесь Ему Ничего Не Поможет Ведь У него Две Базы Осталось Это Смешно Хотя У Тирана Тоже Три Здесь Запас Был Может Ультралы Могли Помогли Вместо Того Чтобы Закать Нормально Кличить Ультрал Зерга Роучи Реводеров Строют Непонятно До Сих Пор Роучи Реводеров Ездить Ультралов Надо Больше Гораздо Было Иметь Сейчас Причем Он Так Заказался Что У него Ресурсов Даже Хату Оказать Не Осталось Но Это Уж Совсем Ошибка Шпиль Вообще Здесь Уже И Не Нужно Особо Почему Потому Что Просто Нет Ресурсов Даже Не Не Знаю Два Караптора Заказать А Тем Более Нужно Грейтер Спайер Делать Делать Вообще Бессмысл Конечно Это На Инвесторов Ой На Брудлордов Отчет Вы Понимаете Не Блок Сейчас По Айрбулу Упали Конечно Но Время Тиран Намного Больше Все Еще И там Гасты Уже Пошли В общем То Самый Такой Жир Тиранов Ски Здесь Дистанс Майнинг Идет Почему С этого Направления А Потому Что И с этого Тоже Он Идет В Дистанс Майнинге Находится Не Менее 40 По Мому Рабочих Сейчас Два Эволюшн Восстанавливать Либератора Одного Сбивает Фаербол И Брейкинг Второй Живой Либератор Улетает Так Сейчас Ребят Я На Секундочку Обновлю Сним Ликвид Смотрю Работает Литвич Да Твич Работает 20 Человек Уже Там Находится А вы Говорите Не Нужно Все Нужно Все Хорошо Месторождение Минералов Выработано Так Здесь Крипту Мора Принимают Собственно Все Замечательно Здесь Неплохая Атака Кстати С разных Сторон Много Билу Зергу Получается Принять Вот эти Вообще Подставленные Юниты Вообще Жестко Сейчас Они Попали В окружение Фаербулы Падают Ну Зерг Как же Он На Либератора На Гастов Идет Ну Куда Что Так Ломишься Ну Зачем Таким Быть Сверх Агрессивным Реводжеры Отделены От Ультралов Разгром Куда Ты Попер Ну Так же Хорошо Окружил Принял Убей Часть Отступи Нет Он В один Просто Бой Решил Выиграть Всех Всю Игру Потерпел Фиаско Просто Сверх 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 Так Ребят Буквально Секундочку Что-то там Кошка Или Чарлик Громит Что-то Сейчас Я приду Разберусь Сверх Все Я здесь Ребят Все В порядке Продолжаем Смотреть Сейчас Давайте Сеточку Вместе Заценим Что же У нас Происходит В сеточке Происходит Следующее Надо Афишл Брекет Посмотреть Кингумихо Бьяна Лайв Бьян Салаевом Уже Бьется Короче Просто Засилие Тиранов Недавно Ныли Что Тираны Слабенькие А что Сейчас Происходит Вообще Не под Конец Года Тираны Просто Начали Я не знаю Там Бьяна Вообще Всех Разваливает Вот Просто Жесть Какая Творится Ну Кингумихо Наверное Надо Надо Посмотреть Потому Что Там И мех Может Быть И вообще Как бы Что Тут Надо Смотреть Есть Ставочки Есть Кому Интересно Вот Ласира Брейкин Ну Тут Понятно Кто Фварит Игумихо Фварит Скином Очевидные Моменты Сюда Уже Перевожу Все И Врубаю Сцену Нормальную Врубаю К Там Да Из А А Нюх Не А А А А А А А А В Короче, турниров миллиард в ближайшее время будет. Кунг-фу-кату новую. 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 Так, Гунг-фу-кату пока не начинает. Очень-очень странно все это! Продолжение следует... 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 Всех тоже рад я вас видеть, потому что Старкрафтик понемножку начинается, вот, будет очень-очень много всего, осень, самое напряженное такое время, впереди зима, в общем-то, миллиард турниров, миллиард всего, люди скоро похолодают уже так, что все будут в основном дома сидеть, поэтому будет, видимо, и многие катать ладер, участвовать в наших турнирах, там, смотреть стримы, ну и нужно будет стримить мне, разумишка, ну, мне приятно, конечно, такое, но не могу, как робот, к сожалению, стримить, без конца икра, иногда нужно отдохнуть, тем более, отдыхаю я, вот, не еду на какие-то там чертовы моря, не трачу миллионы тысяч денег, с Илюхой мы смотрели авиацию, это было круто, жду 17-го года, в 17-м году больше авиации будет, Макс будет, будет, военно-морской салон в Питере, там тоже, наверное, кто-нибудь уступать будет, будет, и армия России тоже будет, короче, вообще много всего там будет, надо в Москве уже, наверное, какую-то точку искать, где стримить можно, так что туда ехать, как бы, и стримить успевать, и, и, как бы, смотреть все, но это все потом, это все потом, давайте, короче, давайте, смотрите, ребята, так, Марик на Ксилнагу, здесь у нас, что ли, здесь у нас, здесь у нас скан идет, бараки доделываются, плюс два барака у Кина, у Гумиху, а у Гумиху, смотрите, без барака, пока, факта на реактор, барак на лобу, все-таки это будет био, что ли, или что это, говорите, будет, еще один реактор делает факта, пока я даже понять не могу, но я вижу третью ЦС-щику сверху, да, две инженерки, судя по всему, все-таки био, здесь медивак пролетает, почему-то демеджил, но очень сильно не понял даже, кто его продемеджил, если честно, видимо, викинг. Так, складывается танк, хватит ли ему сил развалить двух этих юнитов, хватит, и поэтому взлетает, собственно, викинг, танк 7 юнитов уничтожил, но его тоже уничтожает очень быстро, марики плюс танк пришел, но в это время дробчик от Гумиху идет, мультитаз просто замечательный, три марика и танк, здесь рабочих разваливает просто в хлам сейчас он оппонент, кто ему... так, как выставка, да выставка замечательная, но мы два дня были всего, хотя открытое посещение три дня было, ну там, на самом деле, есть возможность, наверное, и на даже там дни для специалистов попадать, потому что есть там знакомые, да, на заводах, как бы люди, которые билет теоретически достать могут, но суть не в этом, суть в том, что в парке Патриот, там, где стенды ВКС с тренажерами, мы вообще туда не успели, ну, полеты посмотрели, полеты круто, как обычно, крыло, да, в Rock'n'Fist, был в Одинцово, были в Одинцово, снимали квартиру там, в общем-то, рядом с... где фонтаны, короче, близко очень, фонтаны там, ну, чуть дальше, там, дорогу переходишь через светофор там, но там йота не работала, который мы купили, просто именно там, где мы были, почему-то несколько домов, там покрытия не было, как бы, вот поэтому даже без интернета только были, как бы, ну, ничего страшного, вот, ну, близко там, пешком, да, электрона ходили, в общем, очень даже. Так, ребят, давайте просто, я отвлекаться не буду, несмотря на то, что Гумиху задропал в хлам своего оппонента, посмотрите, на лимит, кино больше по какой-то причине непонятной сейчас, ну, по какой, у него продакшн боевой больше был, ну, как-то нужно ему реализовать, почему, потому что у него 2-2, например, сейчас не делается, а у оппонента делается, он со временем еще сильно останет, плюс здесь щиты есть, там щитов нету почему-то. Вообще не понимаю, почему. Мпин выдвигается к центру сейчас, можно простим пачиться, выгнать отсюда все просто. Очень четкую Гумиху отводит Малик из оранжа залпа танков вражеских. Нужно к силнагу занимать здесь, один Малик с щитами приходит, Гумиху отступает, 2-2 Акин тоже заказал, но отставание уже, да, будет, но и уже Гумиху и по лимиту вперед вырывается, и четвертый цэщик у него есть, наверное, нужно ее в планетарку превращать, потому что, да не, наверное, а точно, четвертая база у тирана, конечно же, лучше, чтобы планетарка была, потому что три еще, если защитить можно, то четыре уже очень тяжело. Был вылив в Выборге, у меня родственники, кстати, в Выборге живут, но никогда, к сожалению, там не было, потому что город прикольный еще. Там, наверное, и Ким, надо ехать, потому что приходит куда-нибудь там. Так, планетарочку занял Гумиху. Летает дробь, откинет, сам четвертый пытается поставить. Ну, на самом деле, ситуация вот эта, это даже не критическое, даже не большое это отставание, это просто отставание, как бы, да, хотя с корейским уровнем, да, как бы каждая ошибка, ну, то есть тяжело ее возвращать назад преимущество, тяжело равенство в игре, да, возвращать, когда ты отстаешь, то есть если кто-то получил преимущество, то с большой вероятностью он его реализует, потому что чем выше уровень, тем ошибок меньше, да, естественно, но безошибочно еще пока никто не играет, и не скоро еще играть будет, и никогда не будет полностью безошибочно никто играть, да, но уровень будет все больше и больше, ошибок все меньше и меньше, да, как бы, это очевидно. Вот, ну, посмотрим, сможет ли Гумиху реализовать. Барабан ровно более-менее по всем параметрам, то есть более-менее ровно вообще стало, кроме грейдов, то есть у Гумиху 3-3, там только 2-2, здесь 2-ая атака, что реально эффективнее, чем армор первый, зачем вообще Гумиху армор делает, для меня загадка, почему? Потому что особенно на технику, пехоте, армор пехота против пехоты, нормально, я уже объяснял почему, 1 дэмэдж за атаку, 1 армор, то есть армор равноценен на атаке, но танкам, которые за грейд дается 5 дэмэджа, например, по бронированным юнитам, и там не знаю сколько по небронированным, 3 по небронированным, судя по всему, и 1 армор, ну это же вообще зачем? Ну конечно, армор, правда, распространяется на всю технику, на этих ребят викингов имидевать, это безусловный плюс, ну я не знаю, стоит ли так делать, как бы, так, викинги выбивают позицию сейчас, выбивают вижен кина, здесь кин в это время контур-дроп делает, причем планетарку разваливает, так, здесь на Ф1, по-моему, вперед, все, Павел идет в атаку, бил мариками, танками, пробивает, практически кина пробивает, но практически это не пробить полностью, то есть танки здесь остались, но кина отбился, посмотрите, он сидит здесь танками, у него есть прирост, да, здесь викинг буйствует, в общем-то, наглеет очень сильно, но живет кин, как бы, переводит юнитов на планетарку, да, здесь прирост мариков приходит, ну, спец-то нужно как-то развивать, а его не просто будет развить, ну, 20 лимита разница, хотя по-боевому разница 40 на данный момент, это крайне печально, но здесь была выбита 4-я цэшка, а здесь-то 4-я есть, и игра такой неожиданный оборот приобретает, даже 50 почти лимита разница боевого сейчас. Так. Перепрохождение лотвока мутить буду, блин, ну, точно не сейчас, когда я приехал, ничего не стримил, миллион уже времени, а миллион времени, это сколько, 7-го числа я уехал, вот, ну, неделю там, дайте, 7-го я уехал, да, а, ну, я еще до 7-го не стримил, ну, да, дней 7-8 я не стримил, как бы, получается, да, примерно, не буду считать, пока он посмотрит сам. Вот. Сейчас пока не до перепрохождения, сейчас масса турниров, когда по турнирам расслабончик будет, пройду, почему бы и нет. Я думаю, что можно перед выходом третьей части нового вот этих миссий, потому что это третья по-заключительной будет, и можно его перепройти, например. Так, танки на четвертую дрогаются, Гумихо идет вперед, в это время Кин там небольшую группу мариков принимает, планетарка держалась достаточно долго, достаточно долго для того, чтобы убить несколько мариков, да, там, ну, вот, попытаться что-то предпринять Кину, но недостаточно долго для того, чтобы выжить, и для того, чтобы он ее спас, да, какими-то... У него просто нету восемь ее спасти, еще ошибка какая-то нелепая, отдает просто на муви мариков зачем-то Кин. Так, складывается Кин, идет четвертую, в общем-то, восстанавливает, наверное, да? Нет, пока никуда не идет, здесь четвертая восстановлена, с мэйну причем перелетела, как вы видите. На мэне даже тут осталось, так, 5, 95, соточка, короче, 6 соток там, и тут, ну, 700 минералов, еще даже на мэне осталось там, у михо. Кин с мэйна переводит СС-шечку в центр, кстати, потому что ее ближе здесь занятие, тут он враг абсолютно, что так делает. Вот. Здесь какие-то супергигантские дропы ли-то, а сейчас, ребят, я обновлюсь, пожалуй, что-то я не понимаю, то ли на твиче в чате никто не пишет, то ли у меня он просто в двойных чатиках образ какой-то криво отобразился сейчас. Мистер Ашкинг? Правой тропаги! Хотя 50 человек, а вот, наверное, да, вот, наверное, теперь я залогинился нормально. Хороший тут дроп, смотрите, от гумиху сверхгигантский, я прошу прощения, пока твич проверял, но извините, для вашего удобства все. Здесь был дроп от гумиху на третью, третью убивает, но отбивается, тем не менее, кины по лимиту ровно, более-менее, но здесь гигантский дроп, был уничтожен танк, и было уничтожено СС-шико, все, что остается делать, кинуть сейчас, это идти вперед. Других вариантов для него просто нету в природе, благодаря которому он сможет здесь что-то там сделать. Так, пошла атака, стимпач, кин стимпач, гумиху, гумиху подводит, ну, очень много марика. Танки дропаются криво, марики забегают, так себе и с двух сторон гумиху просто все убивает, я даже диспозицию сразу не увидел, он еще и в тыл сзади подошел, просто красавчик. Хорошая ТВТ, но такого уровня не может быть ТВТ, не ТВТ, не может быть матч такого уровня, в принципе, плохим, да, как бы это очевидно. Вот так. Атака. Продолжение следует... 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 Все круто. Продолжение следует... 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 на пинг. Так, ну все, Варди гостит, ребята, и я жду начало. Всем привет! Что это происходит, я чуть не понимаю. А, вот все, зашел наконец-таки, отлично. Какой-то был странный лак, в общем-то. Привет, Фаренгей 32, всем привет, ребята! Всем гигантское спасибо за поддержку, за внимание. Стримы сейчас будут начинаться. Правда, один день я съезжу в деревню какую-нибудь, выберу. Но до конца сентября, поверьте, много еще всего будет. Но за поддержку отдельное громадное спасибо. Почему? Потому что отпускных нету, как бы и нужно до конца месяца что-то подработать. Тем более, диван я уже заказал, но за диван вам отдельное спасибо, ребят. Вот, съездил в Москву, конечно же, тут все траты. Вот, купил жене подарок, Маше купил. Были слюхи в зоопарке, были в Баркрафте в воскресенье, были в Кубинке. Купил Маше там тигра-медведя белого, игрушечек. Короче, вот такие вот дела. О, од報導, селевixe лету. Купил Маше… Но есть, я если есть приборы. Так, что за хрень-то, ема? Короче. Варти только что об этом говорил, что пинг прыгает. С прибытием, конечно, видок, привет, но у Варти прыгал у меня пока максимум до 500 было, а вот сейчас только 1000 скакнуло, ну, буквально, что самое, ну, короче, как и раньше продолжается эта тема, собственно, пинг прыгает до каких-то гигантских, в общем-то, значений и быстро назад возвращается, то есть, как бы интернет здесь абсолютно ни при чем, потому что и у меня, и у Варти, и вообще у всех практически это происходит, и китайцев иногда дропают, хотя вроде Азии это сервер к ним близкий, близкий очень, так что вот так вот. Диванный эксперт, помню, абсолютно ты прав. Но какой диванный эксперт без дивана, ребята? То есть, а теперь диван будет, вам еще раз спасибо. Как климатическое оружие поживает? Ну, на армии 2016 был, сам понимаешь, что для рептилоидов это знак очень плохой, почему? Потому что, ну, там ведь оборонные предприятия, как бы я все рассекречивать не буду, все дела там, но... Скоро бахнем. Как говорится, а может бахнем? Обязательно бахнем. Но не сейчас. Вот. Вот. А че бахнем тоже ХЗ? Два гелика, рипера от Вьянчика едет... Два гелика, два рипера, простите, едет от Вьянчика вперед, строится уже маленький медивак. Здесь два гелика, два рипера также стоят. Заходит Вьян, принимает бой, минок накидали всех. Смотрите, как фейерверк. Вот посмотрите на... Вот я просто... Я просто даже не буду матом, конечно, говорить. Вьян заехал снизу в дерьмовой позиции просто. Здесь Гелион остался без ХП, а у Вьяна все целое. Почему? Гелики ноль дэмэджа получили, только рипера, а не отрегенность. Это называется уровень игры, в принципе, да? Как бы... Может быть, как бы Вьян там ничего сверхъестественного для этого и не делал, но... Только у сильнейших так получается сделать, ребят. Так, сейчас мне там звонок, мне надо будет перезвонить. Сразу тупку взять. Здесь Гумихо подъезжает, секундочку. Перезвоню, фактически, позже. Так, прошу прощения, ребят. Так, Банша летает. Тут на мэйне разваливают Гумихо. Вьян тем временем делает контур-труп марики в танк. Но Банши в этом случае, они более сильные. Тем более, с инвизом ими можно подконтролить. Тем более, здесь еще и циклон пришел. Ой-ой-ой, как здесь Гумихо разваливает. Хлам. Очень похоже на 1-0 вообще. Так, как отдохнул, да хорошо. Отдохнули стрелкой, нормально. Давно не виделись, тем более. Все было хорошо. 12 рабочих уничтожено. Я не знаю, ребят. У Гумихо больше боевого. У Гумихо больше рабов. У Гумихо всего больше. И как тут Бьяну извернуться. У Бьяна разве что ЦС-чика. Значит, раньше бывают суммы по 2 КСМ устроят. В отличие от оппонентов, которые по 1-му строят. должно быть круто. Так, конечно на видок армии наше всех сильней. Вот. Но нужно побольше, побольше авиации, побольше всего. Хотя уже много-много там долго-много всего летает. И не только летает. Ну как я просто там на ноутбук дома скачал, как бы показал Даше, Маше, авиацию и зоопарк пару видео, да, там как скину на ком сюда, так покажу и вам там авиацию хотя я много не снимал, сам пилотаж не снимал, потому что снимаешь ты не смотришь тогда, а мне хочется смотреть А снимут кто-нибудь еще там, можно будет найти на ютубе Ну взлеты поснимал Витя здесь с окова в России И не только Короче, танки сиджатся, братва Прессуют гумику Бьяна Очень не вовремя Бьян как-то затеял Какие-то перераскладки сейчас нелепые Если бы стоял на месте, по-моему просто бы отбился бы нормально Но буквально пару моментов пару лишних движений со стороны Бьяна и вот уже гумику его шатает Хотя посмотрите Танчик один принимает ГГ, Бьян, ты сейчас почему? Потому что он просканил, увидел здесь сильная экономика очень уж прямо Да иди ты вон отсюда Лезет в глаз Субтитры сделал DimaTorzok 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 Учитывая, что так давно меня не было Дима просто Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 тоже еще верил сегодня вчерочнее приехал мне к москве были звонила девушка из офиса там одного нашего спорского богатого человека у них много всяких там гостиниц кафе и хотя до не киберспорт сделать лучше не просто клуб какой-то чтобы развивалась игроков поддерживать вчера я ходил разговаривал по этому поводу интерес как-то мой телефон нашли интересно мне что там они хотят и и интересно по этому поводу всему думаю ну посмотрим что там выйдет из этого буду помогать чем смогу ну сказал я уже звали работать туда ну я сказал что ребята пацаны ведь стримы ждут грубо говоря нет я сказал вот ну из перспективы проведения даст даже крупных турниров здесь ну посмотрим посмотрим что выйдет из этого все главное чтобы ладно разберемся с этим всем делом этим не у меня на на эскадывать и последние дни когда уезжал не работала вот я там 4 по-моему или даже 5 6 может когда стрима ну там маленькие стрима были грубается гумиху пытается вообще что-то сделать но увидели атака от гумиху была крайне провальный предыдущая давайте вообще-то я не буду всякую хрень рассказывать давайте по игре пока поговорим да да у гумиху все еще хорошая в принципе ситуация у него достаточно много лимита но в экономике ситуация более менее ровная сейчас хотя тут сам на самом деле по своей инициативе всякие такие вещи рассказываю вот ну просто интересно как бы мне я думаю вам тоже интересно достаточно таки это все дело в мех играет гумиху четыре факты уже работают постоянные дропы хелбатов то есть это мех не абсолютно будет пассивная дмс или дропами со стандартными потом конечно будет выход какой-то хелбат идет но танк сплэшем только рабочий своим дэмэдж наносит он даже не атакует ну естественно ему тяжело рабов догнать то редко сбила медивак поэтому там ничего не сделать было здесь хелбаты в медиваках три танка еще гелики в хелбатах которые трансформируются и гумиху кажется вперед собрался выходить а что же у бьяна у бьяна все два медивака у мега тирана пять ну как же так слишком много почему-то там медивака здесь слишком мало они видимо выбивались нет они не выбивались просто бьяных не отстроил вот но сейчас можно проиграть из-за этого так начинается контроль маленький я находит как же хелбаты в них врываются дико почти все маленькие уничтожены идет вперед гумиху его крайне тяжело будет становиться особенно с ксм против холбатов да что же такое потери колоссальные 2-0 гумиху побеждает бьяна в венерах но он полузерант сможет пройти скорее всего дальше ребята и возможно будет реванш гг пищит бьяна это очень жестко было ну что кто не знаю там сейчас я играю данный момент мы ждем продолжение общем получается что у нас я бьяна расслабился после гсл наверно вот что получается ласира развалила лайва между прочим а с кем он сейчас то бьется кажется он бьется с риангом потому что здесь просто сетки не продвинут они оба в игре да 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 уже продвинули там ласира рианг и бьян ждет победителя если это будет ласира это будет твз так варди в игре и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ну пусть выработают потому что у меня там просто и буржуи ладно наших я всех добавлю а буржуев на всех добавлять у меня там и снуд был и корейцы и всяких-всяких много короче ребят Рианг против Лассира это ТВЗ Рианг тоже в последнее время показывал великолепный результат полуфиналист МГСЛ по-моему я что-то уже давно не был поэтому забываю так локдок в баре я думаю не последний раз я побывал поэтому я сообщу если поеду вот ребят и посмотрите что творит Лассира сверхагрессивная чертяга Бэйлинг Баст идет самый настоящий здесь Линге мастится просто в гигантских количествах пытается Рипера поймать но Рипер уходит черт побери наверх где атака-то где врыв вообще чего ждет Лассира сейчас нужно врываться как можно быстрее пока стимпака нет пока ничего там нету здесь стенка еще не готова пока КСМка выезжает эпоху ставит ну а толку от этой эпохи но Лассира обманывает оппонентство он ой-ой-ой-ой как сейчас все крайне опасно здесь для Рианга забегает Линге надо было Бэйнов наверное вперед вести Депошки не закрывает Лингов запускает вперед сейчас без Бэйнов они заходят они и без Бэйнов сейчас все здесь развалят надо взрывать реактор Депошки надо взрывать 1-0 в пользу Лассиры судя по всему ребят 20 на 40 там по лимиту ГГ пишет Рианг вот это да но это Лассира вообще это в его стиле вообще вот такие вот делюги вот это вот 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 ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Так, ну погнали, ребят, далее ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 ХЗ очень Так, теперь Так, теперь Субтитры сделал DimaTorzok Так, сборная России по Overwatch против Норвегии Я Overwatch ни разу не видел Что там вообще происходит Поэтому несложно будет понять Поэтому если я буду свободен То в ответа я просто буду Делами с вами заниматься, как бы очевиден Но желаю нашим удачи в любом случае А кто там сборный? Вроде же кулер там и пацаны жесткие Вроде на Overwatch переходили Кефир там Ну вот и так далее Так, опять Атласиры, посмотрите, в этот раз Правда не с двух баз Но трех базовая агрессия идет Я вижу масс-масс бейлингов Лингов точнее, я вижу бейлингов В перспективе надо рипера поймать Ну что ж ты встал-то? Рипера-то подлови Так, нет В Starline меня еще не спрашивали Но в Starline обсуждается сейчас Даты проведения плей-оффа В общем-то я сейчас пока не видел Что там порешали Как только увижу, я и вам сообщу Собственно говоря, вы увидите Вообще все происходящее Овер разбивает сейчас Рианг видит лингов Группу Понимает, что это Бэлинг Бас, судя по всему Или не понимает Нет, что-то он Ни хрена, по-моему, не понимает Если он улетит То значит, он ничего не понял 17 вейнов делается сейчас Где-то очень вдалеке Хватит ли ресурсов Тирану, чтобы отбиться Я, честно говоря, не знаю Идут Бэлинги вперед Но Рианг раскусил Хитреца лассируй сейчас Уходит просто на ХГ Приходят линги, Бэлинги Их масс-масс Просто сюда захочет Так, Бэлинги взрываются Нужно лингами попытаться Мариков задержать не получается Нормально задержать Депошки При Янгу не получилось Закрыть сейчас Марики перестимпачили Что-то в мясо все просто Нужно что-то взрывать А что тут взрывать-то, Блин? Лассири Он пытается до Мариков дойти Не так-то просто это оказалось делать Дойти до Мариков Может быть, лучше КСМ-ки было взорвать Я думаю, что да Лучше КСМ-ки, собственно, и было взрывать Сейчас, ну, падают депошки И посмотрите на лимит То есть, вроде как Курабам Зерк проседает Но по лимиту То он в плюсе в целом И если сейчас Стенка закрыта не будет Можно еще раз ворваться просто Так, что-то происходит сейчас Что это происходит? Варди дропает Блин Сегодня то у меня То у Варди подропывает Варди дропает Варди дроп это Так... ух ты ... Так, что-то масс-масс супер бейлинги тут у Лосира, опять же. Янг идет вперед, он хочет найти где-то. Блин, ну вот почему с улына-то не слезть, почему улын бесконечный-то просто, я понять не могу у Лосира. Вот он сейчас пытается свалить, лингов тысячи, тысячи просто миллионов со всех сторон делаются сейчас. Вот, марики взрываются, линги забегают, есть уже один танк сейчас. Танк делает залп номер один, танк не делает залп номер два. Бейлинги подходят, танком фокусит сейчас Рианг просто великолепно обороняется, и Лосира пишет ГГ. Как же Рианг сейчас великолепно действовал? Как же он четко понял, что происходит? Пользователь Сокольфалконе активировал премиум на ваш канал. Все, по этой сборной я просто подумал, что я... Я извиняюсь, Жермен, я подумал, что это какой-то флут, и поэтому удалил эту сборную по овервотчу. Так, Рубикон, кефир, а кулер где? Кулера нету, короче. А кефир же, он же белорус, или у него ничего гражданства выписали? Хотя белорусы я всех брал бы к нам. Акфортизак. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 спасибо что за школ был обрадован ребят теперь стримы будут почти каждый день но в какой-то день я съезжу деревне девушки еще в ближайшие дни почему-то я говорю хочу грибов собирать еще засолил 2 литра как бы в прошлый раз хочу побольше засолить в ширину некому это сделать кроме меня как бы и надо чтобы зимой были грибцы что попытался здесь а не просто попытался а избил овера собственно говоря риан классили рипер минус ну в одного дрона когда-то в начале я это пропустил вам не показал ну только узорги потеря но потерю 2 юнита всего winter 95 приехал из черногория что там отдыхал что ли спасибо что здесь тогда спасибо всем ребят что здесь но сейчас очень ребята осень это самое насыщенное время по самым крупным турнирам так что поверьте у меня тут не было недельку это ну фигня жаль что финал гсл старлиги конечно пропустил тут ничего не поделаешь но сейчас будет к спа кап будет очень много всего интересного впереди чем к спа капс и только с корейцами но из евро квалификации американская будет квалификация вот да и близконы там все-все-все будет впереди еще масс-турниры starline сейчас плей-о будем проводить короче не пропускайте приходите смотрите поддерживайте меня мой канал естественно там уж без этого никак особенно когда уезжаешь куда и мне плачь-то пукнуть его вот так так здесь отбился лосира достаточно легко вот этого врыва первого то что камни были пробиты это очень хорошо крип есть уже в центре это тоже неплохо на самом деле криптумара ставится не видит этого всего риэн поэтому не убивает криптумара камни падают очень важно что здесь есть vision хотя кстати вижена внутри нету дыма так криптумара один спереди другой сзади 112 85 по лимиту 1-1 почти готово здесь тоже доделываются грейды уже а нет здесь только плюс один у риэнга доделается почему он с одной инженерки делает а потому что от него сверх агрессия от него двух базовые пять бараков то есть он улынет фактически если зерк отбивается то у зерка все замечательно будет но стоп отбиться сейчас лосири мое мнение все что нужно так это заказать мухбэйном будет мух будет проще ему гораздо пока что мухбэйлингом нет здесь вообще исключительно линги исключительно королевы но королев ё-моё сколько королев 10 уже королев но это реально много это очень так сеточку вручную только на твич могу кинуть ребята поэтому команды там у меня не работают и ничего не настраивал так королевы сбоку заходят плюс линги забегают с разных сторон и в том числе в тыл вообще принимается в тема реки уриан загружается пытается улететь но улететь то он улетит но здесь уже два-два делается там шпиль делается как бы лингов просто миллиард здесь бегает дропуется тиран куда так вас сиро прёп то я чуть понять не могу что он делает вообще объясните мне что этот отморозок делает вообще из команды кт чё он творит вообще лингов просто сливает пачками зачем есть есть бэйлинг-нест вот где этот бэйлинг-нест был же бэйлинг-нест он отменил что ли еще не понял ё-моё он бэйлинг-нест отменил это ж вообще ставить знаешь где он в финале против сутаймас ну то что туда разбушевался смотрю начал всех валить просто очень адово так 10 тылу линги принимают прирост если б там линги на муви до этого не бегали они бы еще лучше бы принимали бы здесь идет вперед у нас реанг боевого лимита на двадцать больше одни королевы против мариков и муталиски какой ласиро вообще все что нужно было сделать бэйна ласири он бэйнов не сделал и в итоге мы будем смотреть твтшечки много но твтшечка высочайшего самоуровня поэтому будет интересно ребят сейчас реанг бьян потом дальше виноват сам до финала я не видел даже не только корейский еще же купа америка был турнир который мне я мог стримить из игры в принципе но я уехал а Продолжение следует... 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 Так, ну а гелик тут поломал еще один общий-то гелик. А, ну да, кстати, из лузеров нужно два-три, между прочим, выиграть, но Бьян это может сделать вполне. Кто спонсирует Лайфенг, Лайфенг спонсирует Лайфенг. Такой чел с таким никнеймом и скайпом, по крайней мере, я не знаю, кто это, если честно. Какой-то, в общем-то, это пиздец, как бы, или какая-то даже организация, я не знаю. Но судя по всему, я так понимаю, что это человек, или просто человек, поднимает китайский Старграфт. И Старграфт, в принципе, у Бьяна тут вторая от СС-чика Морфиса, третья строится по рабочим плюсам, по общему лимиту минусам, по боевому у Рьянга просто гигантское какое-то преимущество. Украинское 16-го числа, да, да, как там и наше 24-го, российское вроде бы, какое-то. Ну, 16-го надо посмотреть, просто у меня нет доступа, к сожалению, в игру на этот турнир, но... Ну, я смогу, в общем-то, по СНУПе рестримить, в любом случае, поэтому все окей. Финал месяца ГУХУСК, блочку на финале, когда играла в конечку на финале СНУПе. Блин, а я, как я, блин, мне никто не написал, ребят, я вчера решил отдохнуть и не стримил финал. Если бы я снова в финал ГУХУСК вчера был, я бы вчера постримил, да, конечно, но, к сожалению, я что-то не проморгал этот момент. Ребят, приходит Рьянг, собирается пушить Бьяна, что-то Бьянг после GSL как-то подрасслабился. Смотрю и давайте сейчас еще и Рьянг его зашатает. Так, группается танк, начинается здесь атака очень серьезная такая. Так. Пробивается танчик сейчас, отбивается Бьянг, ребят, по рабам он отстает на 8 штук. Ну, по боевому теперь он вплюсил, а Фенг это Тима, но я с конкретным человеком общаюсь. Так что, судя по всему, этот человек и Тиму спонсируют в том числе. Кто на Новикова? Рейсет готов. Вот там даже в Тиме есть ID Лайфенг. То есть есть чел с никнеймом Лайфенг и Тима Лайфенг. Соответственно, не просто так Тима Лайфенг. Вот. Скиф, поедешь спать. Ну, давай. Расскажешь, как там было. Посмотрим Мэйлан. Я думаю, что будет очень интересно постримить все это дело. Я постримил в любом случае. Да, как бы это будет круто, но... В игру доступа, жаль, что нету. Так, маленький стим патчется. Тут Лайфенг гоняет. Это, в общем-то, Бьяна. Бьян пытается хорасить. Бьянг ему вообще ничего практически сделать не дает. Парабам в плюсе по-боевому. Тоже небольшом плюсе. Бьянг в общей сложности где-то десятку лимит. Он впереди. Отгоняет Ксилнак. Отгоняет отовсюду, в общем-то. Бьяновских юнитов. Но Бьянг жив, и это самое главное. То есть он может, в принципе, сейчас какие-то действия предпринять и восстановить, в общем-то, на ситуацию в игре нормально, да? Тем более, что еще никакой катастрофы нет. Тем более, в ТВТ, где танки могут дико подрешать. Тем более, у Бьяна я вот только сейчас обратил внимание. У Бьяна-то, смотрите, 2-2 раньше гораздо, чем у оппонента заказан. У него уже есть щиты. Там только доделали щиты вот сейчас. И так, ну плюс один здесь тоже чуть пораньше у Бьяна будет. Так, смотрите, что творит Бьянг. Просто танк, как он четко принял сейчас, а? Продэмэджил все. Ну а кто будет отбиваться-то? Пришел в итоге толпа низу занять.